Я стараюсь не слишком много времени тратить на обсуждение работы наших оппонентов, а больше обращать внимание на то, что мы делаем, что мы сделали недостаточно, не так, и как нам надо действовать дальше. Если по сути говорить, то, конечно, эти выборы были безальтернативные. Безальтернативные в плане 28 субъектов федерации, где были дистанционно-электронные голосования, которые абсолютно не поддаются контролю. Безальтернативные с точки зрения того, что все государственные средства массовой информации, прежде всего телевидение, было заполнено временем одного кандидата. Безальтернативные в том плане, что органы власти всех уровней нагоняли явку и под разными предлогами, агрессивной, по принуждению и так далее. То есть здесь вот в эти выборы, они, конечно, превозошли сами себя, поэтому и явка была такая, значит, не очень обычная для нас, то есть она превос... значит, было больше людей, чем на обычных выборах любых федеральных, там, региональных, муниципальных и так далее. Но для нас это такие серьезные вещи, факты, по которым мы должны сделать свои выводы и готовиться уже к следующим выборам. Потому что если процесс идет к дальнейшей бескальтуронности, процесс идет к дальнейшему принуждению, а это отработано было достаточно серьезно, значит, абсолютной монополизации, значит, средств массовой информации, как, значит, государственных, так и частных за деньги и так далее, и так далее, то, естественно, нам нужно эту тенденцию видеть и готовиться к следующим выборам. Я уверен, что мы сделаем выводы правильные и постараемся, чтобы следующие уже были в нормальном, таком, так сказать, законодательном ключе. В качестве примера я вам могу сказать, что на прежних выборах за последние 10 лет мы все могли наблюдать, как большие толпы людей, избирателей, стояли в очередь на избирательных участках, а те, кто, значит, приводил их за деньги, здесь же находились, ничуть не скрываясь, значит, после того, как человек проголосовал, выходил, они ему там как-то, ну, за пределами участка там давали деньги и так далее. Мы абсолютно, значит, открыто за ними наблюдали, старались вытаскивать из кустов, значит, пресекали там, где, возможно, самим, где-то невозможно, значит, привлекали средства, значит, правоохранительные органы и так далее. Сейчас, сейчас надо сказать, что вот эти все нарушения, агрессия, принуждения, оно вышло за пределы избирательных участков. Так или иначе, они поняли, что если они дальше и дальше будут вести таким образом, то они такую явку не достигнут, потому что привести там, так сказать, и прямо на участках заниматься тем, чтобы или принуждать, или покупать, значит, это слишком откровенно, слишком явно. Точно так же, значит, и мы ловили за руку немало мошенников, которые прямо на избирательных участках искажали, значит, существо дела. И попытки отдельные были и сейчас, но мы умеем это уже пресекать. И я должен сказать, что в основном мы с этой задачей справились, потому что на избирательных участках, значит, наши наблюдатели, наши члены комиссии с решающим голосом, который в Иркутской области, мы закрыли 87% всех участковых избирательных комиссий и все территориальные комиссии. То есть здесь эту задачу мы смогли присесть. Но мы, значит, знаем и видим, куда сейчас переместилась так называемая избирательная кампания. Конечно, мы сделаем выводы и постараемся сделать так, чтобы люди, даже приходя на избирательные участки, голосовали по совести, по своему мнению, по своей душе, а не так, как тебя там принуждают, пугают и так далее. Я думаю, что дальше развиваться вот в этом направлении, и еще дальше принуждать людей уже невозможно, потому что и так у нас явка одна из самых низких в стране. Мы в пятерке самых низких явок. То есть почти 40% людей, несмотря на принуждение, несмотря на то, что из каждого утюга была агитация, они все-таки приняли решение не ходить, а даже в составе тех, кто пришел, 27 тысяч с лишним испортили бюллетени, они считают, что вот такого рода выборы, которые нам устраивают, они не соответствуют законодательству, не соответствуют какой-то логике событий, что ли. Поэтому я думаю, что у нас есть над чем работать, и мы в ближайшее время будем проводить серию подведений итогов, отчеты заслушаем, заслушаем предложения, анализ. Вот уже несколько мы провели таких мероприятий. Я думаю, что мы сделаем выводы. Мы партия, которая умеет делать выводы и добиваться лучших результатов, даже при том, что играем, как говорится, по правилам наших политических оппонентов, в том числе и законодательство, все время меняется в сторону уменьшения контроля. Мы умеем это делать. В выборах мы будем участвовать, несмотря на то, что очень многие люди говорят, что бесполезно в них участвовать. И так результат решен заранее. Но мы даже в таких случаях участвовали в выборах и побеждали. И не раз, и не два, и не три. Поэтому я думаю, что мы после этих выборов, а отрицательные результаты, они больше учат, чем положительные, чем победы. Поэтому сделаем выводы, и следующие результаты будут гораздо лучше. Продолжение следует...